Столбики термометров давно поднялись выше плюс 30. И это только начало лета. В такую жару саровчане стараются одеваться в легкую одежду, выходить на улицу как можно раньше и пить больше прохладительных напитков. Дома фурчут крова. Здесь на работе эти самые вентиляторы. Дома я имею систему кондиционирования во-вторых, в автомобиле. Точно так же стараюсь передвигаться по городу на машине с кондиционером. Постоянно принимаю душ. Хуже всего жару переносят дети, люди пожилого возраста и те, кто страдает хроническими заболеваниями. У медиков есть рекомендации, как спастись от палящего зноя и как правильно вести себя в условиях такой погоды. Какие это правила? А именно постараться не выходить на открытое солнце в период с 12 до 4 часов вечера. Одеваться в одежду светлых тонов. Также специалисты рекомендуют в жару пить больше воды, надевать головные уборы и следить за своим здоровьем. При длительном пребывании на солнце могут развиться такие симптомы, как головная боль, головокружение, учащенное дыхание и сердцебиение. Всё это признаки солнечного удара. Прежде всего перенести пострадавшего в затенённое помещение, расстегнуть стесняющую одежду, это брючный ремень, вратник рубашки, расстегнуть стесняющую одежду, приподнять головной конец, чтобы улучшить приток крови к мозгу, опрыскать лицо прохладной водой. Специалисты напоминают, спасительные в жару кондиционеры и вентиляторы могут привести к переохлаждению организма и вызвать серьёзные заболевания. Поэтому не стоит злоупотреблять их использование.